Привет! Второй день, я на даче. Вот сегодня погода хорошая. Будут работы на улице, хотя я вчера кое-что сделала. Сейчас я кофе попью, и мы с вами встретимся. Я уже даже сегодня кое-что сделала, чтобы время зря не тратить. Упс. Всем доброе утро! Попила, девочки, кофе. В общем, смотрите, пришла, сразу первым делом открыла окошко проветривать, и одеяло подушки вынесла на улицу, чтобы тоже подсохли. Вот сейчас, ну, подсохли, потому что все равно здесь сырость. У нас вот здесь вот, видите, доски другого цвета? Там погреб, такой метр на два. Там все время вода. Когда вот, не сейчас, нет, летом нет, а вот весной есть. И, в общем, мы его заколотили. Первый год мы пользовались машину, Леша мыл, ну, чтобы откачивать воду. Не пользовались, а откачивать, да? Там, чтобы поливать, пока еще не дали воду. Вот. И давно уже закрыли, и не нужно это все. Поэтому надо хорошо проветрить. Это я сейчас сквозняк устроила. Воздух теплый сегодня. Ну, день хороший. Вот повесила подушки, одеяло. Сейчас те тоже повешу, подумаю, куда повесить. Которые там парочка еще сложенных, стареньких вот таких, шерстяных. Я одну из них как-то тоже стиралась в этом, в, скажите мне, в стиральной машине. Знаете, когда, когда жили в старой квартире, пластиковое окно нам ставили. А у нас же дома кирпичный был, и там столько пыли было. Был аквариум большой. Я этот аквариум накрыла одеялом. И что, оно все было пыльное. Я и выбивать устала. И, ну, постирала, постирала нормально. Вот, значит, что? Не хотела сегодня снимать, на самом-то деле. Ну, потому что почему? Потому что что снимать? Вот я думаю, что я буду делать? Ну, как бы, наверное, облагорожу вот эту вот клумбочку. Вот. Все-таки, наверное, займусь клубникой. Если руки дойдут, и желание будет. Не знаю. Там, конечно, много. Ну, посмотрим. Мне сейчас нужно смонтировать влог, который я вчера... Видите, у меня сейчас видео с задержкой выходят. Точнее, нет. На Яндекс.Дзен у меня выходит вовремя. А на Ютуб... Ну, не успеваю я выкладывать. Там, получается, в 12 ночи, в час ночи. Поэтому не успеваю. И мне нужно вторую часть видео смонтировать. То есть я вчера приехала на дачу, мы с вами поболтали, а потом я убиралась. Соответственно, вы этого еще ничего не видели. Но я сейчас что-нибудь поделаю, потом сяду отдохнуть и буду монтировать. А, тюльпанчики, девочки, тюльпанчики распустились. Кое-какие. Ну, видите, немножечко. Вот. Вы мне знаете, что пишете? Оксана, есть Ютуб. Спрашиваю Ютуба, что делать, как, чего. Да, девочки, знать бы, что спрашивать. Вон, одуванчик второй. Еще один тоже. А, нифига не один. Кстати, когда пришла, их не было. Вот прям моментально распустились. Представляете? Вон там, вон там возле ковра. Вот. Знать бы, что спрашивать. Я-то у вас спрашиваю, когда... Ну, вы видите, хоть о чем я говорю. А так, естественно, я понимаю, что есть Ютуб, есть Гугл. Там можно, да, все это дело узнать. Ой, как мне нравится сочетание вот этого голубенького. И одуванчики. Мне очень нравится. Очень красиво. Так вот. Он желтенький тюльпанчик будет. Он такой пушистенький, хорошенький будет. Махровый. Что-то я еще вам хотела сказать. Припекает солнышко. Я в кофте. Очень удобно. Стираешь, и быстро сохнет. Ну, тут типа вискоза. Прям замечательно. Вот это мне нравится. Но сейчас чуть подольше порастет, и все будет. Прям большая-большая трава. Ну, вообще, это я так поняла, скажите мне, пырей. Ну, злаковая, да? Ее выкапывать только надо. Просто скашивать все равно будет оставаться, и как бы только выкапывать. Вот. А здесь вот незабудки, незабудки, незабудки. И я, девочки, их сама рассаживала сюда, да. Они сейчас красивые. Потом они отцветут, становятся позорные. Я их выдираю, а потом они снова, ну, видимо, семена кидают, и опять. И маргаритки я тоже сеяла. Везде по участкам ходила. Ну, вернее, не по участкам, по дачам ходила, где видела, приличные кустики. Тоже везде сажала. Где-то прижились, где-то нет, где-то Леша скосил. Вот. А что я, значит, я, кстати, кофе пила, любовалась. Вам не понять. Во-первых, вам не понять, ну, кто пишет там, запущенный участок. Запущенный, в моем понятии, это грязный. У нас не грязный на участке, у нас чисто на участке. И нужно же понимать, что еще весна, еще не все вылезло, вот это вот, это уберется, что тут. Я люблю зелень. Мне вообще, по сути, вот сныть мне не нравится. Я вчера, кстати, кстати, да. В общем, когда все это дело вырастет, ну, будет пообъемнее, это будет красиво. И я-то это вижу, я-то это представляю. Вот если смотреть, допустим, в ту сторону, там у нас же флоксы, большие кусты будут, а оно когда все будет свистеть. И вот тоже, девочки, вы мне пишите, какие вот, ну, блин, посмотрите, какая красота. Вот вы просто, у меня мурашки, я вам клянусь. Какая красота. Здесь два разных кустика, и вот эти тоже, по-моему, голубым будут свистеть. Потом, позже. Это мне так дали, просто вместе, а мне надо было срочно посадить, Федю надо было кормить, когда это давали. Маленькие вот такие вот, и вот они разрастаются потихоньку. В общем, что я хочу сказать, забыла. Девочки, забыла. Видите, отвлеклась вот на это вот дело. Что типа, Оксана, у тебя цветы везде посажены, это некрасиво, посади вдоль там, допустим, забора. Вот здесь вот тоже заборчик сказали поставить. Здесь 10 метров, а забор 4 метра. Ну, чего тут огрызок такой будет стоять? Можно с промежутками, но я не вижу смысла. Вот, нет. Цветы везде хаотично посажены. Ну, это вам так кажется, что хаотично. Я-то их сама сажаю, они же не сами растут тут. Я их сажаю так, как нужно мне. Поэтому они так и растут. И то, что здесь будет тропинка, ну, когда-то здесь будет тропинка, допустим, плиточкой или камешками, ну, этими, ну, как его, мелкой, как гравий выложены, чтобы можно было ходить. Пока я детям, ну, нет, они бегают, конечно, но я пока не все вылезла, я, конечно, кричу на них, чтобы не бегали, но все равно бегают. Ну, вот. Так что здесь все по фэншую посажено. Чего вы мне говорите? Вон тот вот участок, это надо с Лешей пересаживать, потому что там те цветы, которые большими этими, там с большим комом земли надо. Будем с Лешей. Вот. И все впишите. Повезло тебе с Лешей, девочки. Мы мужей себе сами выбираем. И поверьте мне, Леше повезло тоже со мной. Серьезно. То, что я говорю, я стебусь где-то в каком-то моменте, прикалываюсь, но Леша счастлив со мной, и я больше чем уверена, он лучше бы никогда никого себе не нашел. Да. Ну, я тоже. Я его за это ценю, люблю и уважаю. Но, опять же, мы себе мужей выбираем сами. У меня три раза, три возможности были выйти замуж. Ну, почему-то я этого не делала. Хорошенькие тоже. Вот они потом опустятся, их, видимо, может быть, срезать надо. Девчонки, кто знает. Потому что они сейчас отцветут, еще больше лопухи станут, и будут они, конечно, некрасиво выглядеть. Как вчера Арсений. А, я вчера, девочки. Блин, не хотела влог снимать. Я вчера, значит, убралась в доме, да, замерзла. На самом деле, ну, что, я села, сижу, чего мне делать? И на улице-то было холодно. Я, у меня есть платок, весь дырявый, шерстяной. Это еще, ну, наверное, бабушкин платок. В общем, весь дырявый. Я его тысячу раз порывалась, брала в руки и выбросить хотела. Я его положила на обогреватель, повязала потом на поясницу, и пришла сюда поработать, потому что к вечеру ветер поднялся, ну, еще больше. И сныть, вот это вот все, вот это, ну, вот это вот, это сныть. И я уже говорила, что ее либо гербицидами, да, убивать, ну, по зеленой массе мазать, либо обрезать под корень. Лучше не вырывать, потому что она снова полезет, будет еще больше распространяться. И я, значит, вот там, вчера, ну, три ведра, девочки. Кажется, она же объемная. И эти, ну, вот кажется, что совсем чуть-чуть, визуально. На самом деле, часа полтора я здесь занималась, вот, тот огрызочек, вот тут вот немножко, вот с этой вот стороны, видите, там папоротник лезет, вон там вон, вот. Ну, не только, конечно, сныть было, и колокольчики вот эти вот, вот эту кучку, которая более-менее плотно сидит, я, наверное, оставлю, хотя не хочется. Но, подумаю, короче говоря. Вот эти, которые, помните, пролески-то эти, голубенькие, вон они, они уже приходят, ну, там ягодки зреют, ну, как бы, типа семена, наверное. Скоро они отсюда тоже уберутся, это типа нарциссов. Я имею в виду, что и нарциссов не будет, визуально видно-то, когда они отсветут. Вот. И я вчера здесь такая сижу. И тихо-тихо дети подошли, мам, привет, я так испугалась. То есть я вон там сидела, ну, голова-то наклонена была, они тихонечко подошли, и такие, а ты подготовила дом, типа, к субботе? Я говорю, ну, как смогла. Ну, я там полытая помою в субботу, если будет нормальная погода, если мы все-таки останемся. Вот, сейчас же мы обутые ходим. И они зашли, о, как красиво, о, как чисто, молодец какая-то, туда-сюда. И, в общем, я еще здесь немножко поковырялась, они мне помогли, тут кое-что полили. Вот. Это я воду вылила, у меня в кастрюльке оставалось. Я сюда хотела посадить хосту. Вон, там, видите, в сарае так и лежат они. Я вчера приготовила, сейчас, думаю, посажу. Вот сюда хотела. Именно эту девочке и хотела посадить. Представляете? Ну, вот желтенькую. Я говорила, что у меня есть такая... Ну, я тут, короче, вот немножко прополола, и она вылезла. Вот, я ее полила. И здесь еще одна хоста. Есть такая полосатая. Но она, что-то какая-то чахлая была все года. Вот. И я ее пересаживала раз три. Раза три. И вот где-то она здесь, но я думаю, что я ее найду. Но я предполагаю, что она здесь. Либо вот здесь. Либо еще не начала вылезать. Ну, в общем, думаю, что найду. А вот это, девочки, пион. Здесь был завал всякого разного. Под ковриком же кирпич. Ну, я уже говорила вам, да? В общем, когда я здесь убиралась, я увидела вот одну маленькую веточку, красненькую пиона. И три года назад. Да, наверное, три года назад. И, в общем, за три года, конечно, он был очень чахлый. Его затаптывали. Но я его оставила, огораживала. Вот такой вот кустик лезет. Не знаю, будет ли в этом году цвести или не будет. Ну, по крайней мере, там была вообще одна такая. Ну, мне его жалко стало, и я его оставила. Поэтому пусть будет. И, кстати, из-за этого пиона такое вот, ну, такое вот ограждение по размеру. Леша хотел бы вот так, изначально, говорит, ну, вот, сделай вот так хотя бы. Я говорю, нет, тут пион, надо побольше, чтобы никто его не затоптал. Вот. Короче говоря, что? А, мои одуванчики. Это я специально оставила, девочки, чтобы мне глаза мозолило. Вчера оставила специально. Ой, говорю, одуванчики, скажите мне, кто это? Анютины глазки. Красивые, да, такие синенькие. Я все думаю, может быть, посадить в отдельный горшок. Прям, не знаю, или оставить здесь. Вроде здесь я им любуюсь, а с другой стороны фиг его знает. вот, вот, поэтому тоже, видите, одуванчик большой, а он в этом, в растении, вот в этом, тоже надо этим. Ну, я здесь уже вчера вытаскивала таким образом с пирея. Тоже приносила вот такую веточку. Вылезла, там ее много было из плитки. Вылезла вот одна и на той клумбочке другая. Ну, она была больше, объем не больше, я ее постригла в прошлом году. Вроде растет. Все здесь посажено мной и посажено намеренно. Но опять же, вы должны понимать, что вот здесь была большая клумба, много цветов. Вот отсюда я все пересаживала. Здесь я тоже как бы планировала. Ну, когда он тот вот золотоус начал расти. Ну, короче, ладно, все. Все, я, блин, постоянно одно и то же повторяю, потому что я же читаю комментарии. У кого-то есть вопросы, кто-то новенький, кто-то как-то, а кто-то не понимает. Какие-то комментарии такие, которые, ну, для меня совершенно не серьезные, ну, я не обращаю на них внимания. А вот когда мне пишут, что запущен участок, нет, я не считаю, что участок даже запущен. То, что тут грядок нет, то, что мы не, ну, вот я не хочу, в принципе, не люблю. Может быть, это придет, заниматься этими грядками. Может быть, буду. Ну, вот в этом году там перцы посажу, там, кого? А, ну, зеленушку. Но мы же каждый год сажаем. В принципе-то мы каждый год сажаем. Но не каждый год что-то растет. Хотя, тогда помидоры были, два ящика. Если бы не фитофтора, то, да, то было бы хорошо. С огурцами нам вообще непонятно, как их выращивать. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. И еще, еще, фитофтора. А, про маточное молочко, фитоспорин, маточная смесь, это молочко, да, маточный раствор. Девочки, спасибо большое. Если бы я еще понимала, нет, все, я поняла. Когда вы мне написали об этом, я поняла, каким образом вы на, на сколько, на, я вчера отсюда выдергивала, на летах хватит. Вот тоже, что, вот здесь вот были заросли малины. Вы знаете, как от малины сложно избавиться. И вот до сих пор, вчера я две ветки вытащила, все равно. Здесь очень красиво, когда она есть. И ягодки красненькие висят. Но, зачем она здесь? Ну, блин, она хорошая, ягоды были красивые, но это все, ладно, вон одна ветка, тоже надо ее вырвать. Вот одна. Может еще, конечно, где-то, мне кажется, лезет. А, ну я же вчера, а, вон еще одна. Вон видно? Вот. Колокольчики эти. Ну вот, вот пионы растут, да? Вот кусти колокольчиков. Вот если бы он был пониже, между пионами, так он вырастает-то выше, чем пионы. А это маг. Ну, кстати, вот эти вот пионы, вот этот, вот этот, этот не помню, если честно, это были у хозяйки, ну, который мы покупали, бабушка старенькая была, и вот этот маг тоже здесь сидел. Там еще один маг есть. Ну, блин, надо бы, по идее, пересадить когда-нибудь. А с другой стороны, он зацвел, отцвел, и все, потом, короче, он уже не цветет, ничего. Вот. А, кстати, я не помню, показывала, не показывала. Вот, Леша еще, вот этот кусочек линолеума, который остался, чайки постарались, тоже вот сюда вот прибил. Кстати, удобно. Но единственное, что до этого доска была, на нее можно было, когда вот жаришь здесь, да, мангал, какой есть. Ну, как бы, девчонки, вы думаете, нам это нравится? Ну, вот, если мы не можем себе позволить сейчас большего, лучшего, это всяко лучше, чем, допустим, на кирпичиках внизу, да, и удобно. Ну, на этом, не знаю, нам нравится. За неимением лучшего это нормально. Вот. И так что я говорю? Доска была, можно было взять, было поставить. А теперь на линолеуме поставишь, надо подкладывать либо доску, либо что-то. А, и знаете, что я хотела пожаловаться? Надо вот тоже загуглить. Это сирень, сиреневого цвета. Я сажала ее вот такую вот, видно? Я уже не вижу, солнышко светит. Маленькую, огораживала бутылками, огораживала там еще чем-то, ну, долго. Ну, в общем, за три года она такая выросла, не цветет. Девочки, не цветет. Уже должна была завязаться, потому что я вчера шла, ну, когда уже уезжали. Я обычно до ворот, с мальчишками, мы идем пешком. Обычно в ту сторону идем. Вчера поехали в эту сторону. И там сирень. И, блин, там уже цветочки. Ну, не цветочки, а бутончики, чтобы будет цвести. Моя не цветет. Вот это вот жасмин, чубушник. Так что, вот так что, девочки, где-то здесь вообще, где-то, а, вот, тоже, не давала Леше скашивать. Говорю, маргаритка. Вот несколько лет растет, был один цветочек, вот он все-таки больше, больше кустик становится. Вон, ну, он размножается, понятно. Вот. Ладно, что я говорю. Пойду я разденусь, наверное, кофту сниму, хотя не знаю. Леша вот здесь вот кусты вот так подвязал. Мне больше нравится, когда они раскидистые. Вот. Он их подвязал, я не говорю, что это плохо, ну, это нормально, чтобы ему и косить удобнее было. Но, как по мне, так все-таки, когда вот так вот раскидистые. Ну, да, так покомпактнее, сейчас еще листьев будет побольше. Нормально. Будет все хорошо. А картошку? Не знаю, будем... Представляете, блин, я пришла еще, говорю, где дуванчики? Нет, вот они. Ну, в плане, почему везде цветут, у нас еще не цветут. Вот. Картошку будем ли сажать или не будем, не знаю. Ой, как мне вот это вот прям, фу, бесит. Так я здесь сажала, девочки, своими руками, но за счет того, что здесь сильно-сильно много сорняков, ой, с сорняками надо бороться, я все знаю, надо бороться, боритесь. В общем, пока у меня желание есть, я делаю. Когда нет желания, знаете что, я не делаю. Ой, вот сюда вот смотреть не могу, даже, даже смотреть не могу. Надо линолем привезти и между грядок положить. Вот все надо, но опять же, я на себе же не привезу. Доставку я точно никакую заказывать не буду. Как мне нравится, как тюль колышется на ветерке. Бутылочки красненькие стоят, видите, на окошке. Это с нашей свадьбы. Это из Фикс Прайса они, а там в них стояли зеленые такие шарики. Короче. Вот. И у меня еще есть две зеленые бутылочки. Знаете, сок такой есть, маленький. Вот мы манго покупали детям. Федя такой говорит, мама, тебе эти бутылочки нужны? Я говорю, да, нужны, Леша. Говорит, нет, не нужны. Я говорю, нужно. Федя говорит, для цветочка. Я говорю, да, но я хочу их сюда, именно вот сюда, на это окно. Оно не открывается. И две бутылочки еще поставить. Вот три розовых будет. Колхоз, дело добровольное, девочки. Если я хочу, значит, мне так нравится. Ну, значит, я так вижу. Вот. И, ну, мне хочется так сделать, и я сделаю. Не вижу в этом никаких проблем. Так что, вот так что. Ну, бутылочки нравятся. Когда вот мне надо будет что-нибудь куда-нибудь поставить, две композиции сделать, или еще что-то. Я взяла эти бутылки, я вот из этих тоже в том году ставила. Ну, там даже вон один цветочек засохший стоит в одной бутылке. Ладно, все. Ой, блин, наболтала. Девчонки, только не вижу, сколько времени наболтала. Ну, видите, у меня это бывает. Вчера приехала домой. Устала, девочки, устала очень сильно. Благо, что были макароны, были четыре рубленные котлетки, и у меня в морозилке всегда из каждой пачки я достаю по одной или две сосиски. И, в общем, мы все это дело разогрели, поели. В десять часов дети уже легли спать. Арсений сегодня встал, Леша встал в шесть часов. Арсений уже сидит в кухне, смотрит мультики. Ну, рано лег. Соответственно, рано встал. Вот тоже, Борюсь, здесь одна веточка была, я посадила. Это тоже флокс. Не знаю, какой, но мне его дали. Может, даже, кстати, голубой. Ну, мне кажется, нет, но ладно. Тоже Борюсь, специально вот эту штуку поставила, всегда говорила. Ну, дети уже знают, что это. Ну, уже какой, второй год стоит. Я говорю, аккуратней. Вот, эти розочки вроде бы будут идти. Ой, фу, солнышко жарко. А вот это вот неизвестно. Ну, скорее всего, она уже накрылась. Красная, красивая такая была, кустовая. Ну, не вижу, чтобы там что-то лезло. Не буду пока это трогать, выкапывать не буду. Но, наверное, на все. Хотя, может, пойдет. Посмотрим. В том году я тоже так думала. Все, уходим, уходим, уходим. Куда идти-то? А, ящерицы, девочки, ползают. Нет, сейчас вы не видите, просто я уже сегодня видела. А я как вижу, краем глаза что-нибудь ползающее или еще какое-нибудь. У меня же сердце в пятки уходит. Папортники разрастаются. Я же их тоже, девочки, притащила. Не помню, откуда. Посадила. По одному. Ну, они как бы дают. А, ну, от той женщины, по-моему, и принесла. Раз, два, три, четыре было. А сейчас, ну, потом еще другой вылез, я покомпактней. Я знаю, что это сорняк, и я понимаю, что он разрастается. Фиг знает, как потом фиг выведешь. Это что? Хвощ? Или что это? Фу, блин. Вот. Фиг выведешь, но выведу, если надо будет. Но я не хочу выводить, потому что мне нравится. И вот это вот растет. Это будут большие вот такие вот октябринки или сентябринки, цветы. Белые и сиреневые. И они закроют часть дома. Ну, я имею в виду вот это вот, немножко хотя бы. И вот этот низ тоже, папоротники закроют. Хорошо все будет. Хорошо. Представьте, что вы со мной гуляете, девочки. Что вам делать? Гуляете себе, гуляете. Вот видите, классно. А причем, помните, окна, когда ставили, вот здесь Леша, вот, ну, колотила, заколачила, и что тут? Какая-то штука тяжелая была, вылетела, и папоротник мне накрыла. Я так тогда переживала. Ну, ничего. Все обошлось. Вот здесь, вот, представляете, мне вот тут, представляете, представляете, страшно. Девочки, муравьев, сколько? В доме нет. В доме нет, а вот здесь, я не знаю, вы видите? Видно вам? Наверное, видно, я одного вижу, по крайней мере. Ой, прикиньте, да? Ну, в доме их нет, но они как бы внутри, значит, дома, но, пу-пу-пу, летающие девочки. Ой, мы когда на первом этаже жили, это была жопа, честно. Они были периодически, их было много, ой, я сейчас начинаю уже чесаться, ну, прям, серьезно, потому что, ну, я этих ползающих всех не люблю. Ладно, складно, пойду переобуюсь, и кофту, наверное, сниму, и вот это вот, надо, блин, надо на солнышке копаться, буду, а что делать? Не, ну, мне хочется, я же не просто так сюда приехала, правильно? Мне очень жалко, вот, на яблони растут, и видите, корка слезает, вот эти штуки, грибы-то эти, блин, неужели яблони, ну, это каждый год так, но, яблоням этим по 50 лет. Кто это? Улитка? Слизень? Блин, они хосту мою жрут, кстати, вот эту вот, которая вот большая у меня здесь, они ее жрут, представляете? Надо, да, удобрение купить, будет, когда? Вот, девочки, скажите, пожалуйста, когда от слизни избавляться? Ну, вот я сейчас увидела, причем первый раз, до этого просто без этой, без домика. Яблони хорошие, но я вообще на самом деле очень хочу грушу на участке, я больше груш люблю, чем яблоки, и дети у меня, яблоки плохо едят, ну, едят, если я им тарелку порежу, насильно, скажу на, кто-то, допустим, чуть-чуть поест, скажет, не буду, а я тогда говорю, хорошо, не надо, иду, ложусь, вместе с Лешей ложимся, и сразу к нам все, и все эти яблоки уходят, вот, бананы не едят, ну, во-первых, фрукты в саду дают, девочки, смотрю вместе с вами, смотрю, ну, я-то смотрю, а я не вижу, что я снимаю, потому что сильно черный кран, от солнышка, ладно, пошла, девочки, промежуточный момент, показываю, что я сделала, да не, короче, знаете что, сейчас я просто предупреждаю, что я покажу, очень красивого, жирного, червяка, поэтому, кто не любит, боится, не смотрите, я, блин, короче, все, надоело мне эти пролезки, ну, понимаете, я с ними борюсь, ну, стараюсь их не трогать, как бы, да, но они меня задолбали, поэтому я уже их выдираю, прям и выдираю, еще вырастут, и колокольчики, я вот эти вот тоже решила, вот то, что здесь полянка была, девочки, и хорошо, что я была в перчатках, потому что на меня сел на руку, ну, прямо из кустов, из этих, майский жук, ну, он не зеленый, а такой коричневый, ну, не навозник это, короче, не суть, большой жук, блин, как я заорала, вообще, ну, блин, сердце в пятки ушло, а перед этим я как раз этого красавца увидела, пока я его еще наблюдаю, вам не показываю, и, в общем, я очень испугалась, потом какой-нибудь жук черный, который земляной, вылезет, ползет на меня, вот, а я в сланцах, я уже говорила, да, мне нужно быть обутой в чем-то, ну, в чем-то таком, чтобы не страшно было, а он ползет на меня, блин, я ногу убираю, он как в танке, знаете, в общем, покажу вам, какой, здесь много-много червяков, вообще много прям, всяких разных, ну, вот такого я давно не видела, показываю девочки, ну, в принципе, где он там, вам видно, ну, в общем, он полз, очень красиво, и сейчас это нарциссы, подождите, я боюсь, я не боюсь, так, чтобы вот прям боюсь, где он, а просто, ну, он как змея, длиннющий, такой хороший, смачный, в общем, он, видимо, в землю сейчас пытается уйти, и он такой вот прям, ну-ка, не буду, я его не касаюсь, не переживайте, я сама переживаю, блин, это я листик пытаюсь поднять, ну, кто дачи любит, тут, наверное, червяков любит, в общем, ай, вон он, шевелится, шевелится, ну, в общем, ладно, я не буду здесь ничего делать, здесь, в принципе, вот эти вот, вот эти вот, потом вырву их, одуванчик, правда, здесь, ну, ладно, но он, знаете, от сих до сих, он уже наполовину в земле, вот, и, короче, кого я только здесь уже не встретила, девочки, я вам серьезно говорю, вот поэтому я еще и это не люблю, дело, вот, а эти одуванчики, ой, одуванчики, колокольчики, я выдираю, прямо выдираю, чтобы вы понимали, вот, вот эти вот, видите, луковицы, ну, вот луковицы, вот их много, это как раз-таки эти пролески, нафиг все, вот здесь будет пустое место, я решу, что сюда посадить, может быть, как раз вон из той вон кучи, ну, которую я говорила, хочу пересадить, может, оттуда что-нибудь возьму, а я здесь еще одеяло повесила, и вон там еще одно одеяло повесила, подушки перевернула, вот, ночью его продолжаю дальше, ну, надоело одним и тем же заниматься, девочки, это не трава, трава только сныть, причем, здесь, в этой клумбе, сныть и нет, я ее сегодня осилию, вот эту клумбу, здесь вон там немножко дуванчиков есть, вот это колокольчики, я их уберу, конечно, отсюда, потому что, ну, они длинные вырастут, вот, а снытья здесь нет, в этом куске, значит, я с чем-то посадила сныть сюда, ну, хотя не факт, конечно, ну, ладно, и вы знаете, психую, в каком плане, там же, живучка, да, здесь вот это вот ползущее, вот это полосатое, оно мне, в общем-то, нравится, ну, кулачками, я ветки пообрезала, ну, они стелятся, ветки пообрезала, и, ну, это как бы ладно, оно такое покрупнее, да, а вот то, что, вот этот вот коврик, кто это, я не знаю, не помню, как называется, вот мне сейчас предстоит здесь бороться со снытью, я ее обрезаю, и одуванчики, ну, этим, корнедером, корнедером, удалителем корней, или как он там называется, называется, а знаете, что еще хочу, много, уже, несколько лет подряд, секатор, секатор, по-моему, называется, Фокина, ну, нет, не для этого как раз, а вот там, где-то вдоль тропинина, где-то чего-то, как-то, вот, дорого ли он стоит, все, никак не могу зайти, посмотреть, сколько он стоит, потому что знаю про него много лет, ну, как много лет, блин, три года, ладно, может, два, так, ладно, выключаюсь, а это что за фигня такая, все-таки, здесь ползущая, понятно, что ее надо убрать, но, не знаю, пусть Леша придет, уберет, я не могу, ой, я, кстати, с голыми рукавами, но на пояснице у меня повязан платок, потому что поддувает, ветерок такой, когда солнышка нет, когда солнышко прям жарко, а сейчас свежо, ну, вообще нормально, самое время работать, да, монотонная работа, меня убивает, а, это, эквилегия, это, как ее, водосбор, очень много его было вот раньше, и до сих пор я борюсь, ну, как бы борюсь как, там я его не трогаю, вот где он есть, ну, где я его оставила, я его не трогаю, и он растет, и, соответственно, семечки свои раскидывает, и он везде вылезает, но он мне нравится, как цветет, кустик пышненький получается, и такой колокольчиками, везде одни колокольчики, продолжим, девочки, не могу одолеть, остался вот этот кусочек, там же вырезать надо, в общем, я психую, и полю все подряд, да, ну, серьезно, вчера, блин, Федя полил этот флокс, а там поддон, здесь поддон в воде, надо срочно посадить, не знаю, ну, у меня два места, куда посадить, но опять же, то ли временно, то ли потом пересаживать, посмотрим, сейчас, знаете, что себя не показываю, читаю комментарии, написали про очки, что у меня ужасные очки, они меня старят, девочки, будьте корректней, знаете, во-первых, вкусы у всех разные, а во-вторых, бюджет у всех разный, а в-третьих, еще есть причины, лучше вы спросили, вот, блин, знаете, вот я, меня поражает, я, я себе купила очки, они не нравятся вам, я поражаюсь, блин, а еще, ладно, проехали, тоже, сейчас написали, что, Оксана, ты сильно поправилась, срочно надо худеть, я не поправилась, девчонки, по весу и по одежде, по всей одежде, которую я ношу, ну, в смысле сильно поправилась, вот джинсы я ношу 3 года, после стирки они легко, легко, без проблем, на меня налезают, и, не то, что они там растянуты, сами понимаете, после стирки они, в общем, поплотнее должны быть, нет, все нормально, у меня отеки, я не помню, говорила вам, нет, наверное, не говорила, но, опять же, появляются новенькие, старенькие, заходят периодически, это все понятно, вообще, я сейчас мышку увидела, девчонки, представляете, она под сарай полезла, ладно, непонятно, чья, короче, не показываю себя, я лохматый, ветер, у нас, видите, небо какое, нет, затянуло, и ветер сильно поднялся, поэтому, 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 короче, себя не показываю, ничего нового, вы не видели, здесь вот яма, ее закидали, такой бардак, ну, я понимаю, что, как бы, здесь, как-то это, лучше проезжать, но, вообще, мне не нравится, что, значит, хотела сказать, приходила, у нас, есть, ну, здесь, короче, на даче, косметолог, и она ко мне приходила, и она вот, сходу сразу сказала, Оксан, ты очень отекшая, я говорю, да, я пью много, а выходит мало, вот, она мне сказала, ну, ей написать или позвонить, что она мне скажет, что пропить надо, если не поможет, господи, видели птичка, как летела, тогда, типа, надо проколоться, да, действительно, ну, я отекшая, у меня и ноги отекают, особенно, вот сейчас, вот сейчас, вот эти два дня, вообще, я пью, я мало, выходит, плохо, жидкость, и вот носки, допустим, снимаю, хотя у меня резиночка слабенькая, я терпеть не могу, когда перетягивает это все, вот, и, вот я просто вам хочу сказать, что по весу, даже поменьше, чем было, два года назад, чем было, два года назад, прежде, чем я начала худеть, в феврале, два года, два с половиной уже, получается, прошло, вот, и, короче говоря, ну, блин, если есть проблемы со здоровьем, это как бы, надо решать, ну, чтобы это решать, это нужно заняться этим, ну, вот руки не доходят, ладно, не в этом суть, еще, что хотела сказать, сейчас соседи разговаривают, мы же с собой, кто-то там станцию поставил, а кто-то хочет ставить колодец, или станцию, говорит, станция дешевле, около 30 тысяч, представляете, колодец 60 тысяч поставить, девочки, вот мы ставили, получается, когда, напомните, два, наверное, года назад, да, два сезона, у нас третий сезон, колодец есть, и до 30, то ли 28, то ли 29, вот, ну, как-то до 30, вот, смотрите, я жалуюсь, да, что сирень не хочет свистеть, а здесь вот, пожалуйста, причем, тот, та веточка, которая вот у меня-то, она цвела, я смотрю, вне камеры, вне камеры смотрю, поэтому, нет, не особо вижу, что я вам показываю, ну, как вижу, ну, не особо, в общем, да, просто надо немножко походить, в одной и той же позе, у меня уже мышцы затекли, надо монтировать, вообще, на самом-то деле, вообще, ветер дует, не знаю, вам слышно, не слышно, блин, ну, что такое, это не наше, мы такое не покупаем, это тоже, ладно, пошла я, добью эту клумбу, буду монтировать, чем раньше смонтирую, тем раньше начну, перейду, перейду к другой клумбе, это, знаете, что я смотрю, муж умер у нее, хорошая женщина, и он хороший был, в прошлом году, да, по-моему, в прошлом году, жалко, понимание, сейчас вот этот вот улетит, блин, там что-то есть, и мне всегда страшно, когда там что-то, ну, что-то где-то как-то, ну, что, девочки, эту клумбу я осилила с горем пополам, и вот знаете, что думаю, блин, мне вообще нравится, когда вот эта свеженькая, вот эта травка, вот эта ковриком стелется, это, наверное, камнеломка, потому что вот спирея, японская, наверное, камни, и она прям на камнях, под камнями, везде была, я ее повырывала, потом вот конютиным глазком она лезла, я ее повырывала, вот, как бы не знаю, понятно, что это создает дополнительную работу, и дополнительный бардак, почему вы, наверное, и пишете, что, ну, в камеру все равно видно по-другому, вообще дождь, начинается, и у меня тут все висит, короче, ладно, я вот думаю, может ее нафиг убрать отсюда, как-то она неровно растет, вот в чем дело, вот когда там есть одинаковые места, непонятно, вот, вот эта вот, которая возле яблони, ну, кстати, фигняка, которая на яблоне была, я ее оторвала, вот эта вот штука, хотела, чтобы обрамляла, мне вот там, видите, вот эти кустики, пучки вот эти, очень нравятся, очень, вы видите, это, возможно, вам, ну, как, плохо видно, ай, но, девочки, мне реально, вот, нравится, и свеженькие, зелененькие, когда они, вот, пестренькие, ну, понятно, что ей надо, наверное, не давать, куда-то лезть, ее формировать, не знаю, буду ли я этим заниматься, в общем, вот эта вот, живучка, пусть пока будет здесь, я посмотрю, что здесь, как получится, да, и вот это, буду обрезать, или нафиг тогда вообще, я это все уберу, ну, если я не люблю этим заниматься, надо, в общем, по сути-то, вот, пионы, мне очень нравится, кстати, сочетание пионов и бодан, вот, допустим, пион, и вот тут пониже бодан, ветки не видны, нижний, бодан закрывает, и сами листья красивые, у пиона листья напоминают листья, сныти, вот, короче, короче, повырывала я, видите, практически, ну, очень много вот этого пролеска голубенького, который, вон, ягодки одни остались, ну, опять же, вы ягодки, наверное, не видите, ну, чтобы не увеличивать, ну, вот эти вот, зелененькие, вот, хосточки у меня здесь вылезают, гейхера, не знаю, с двух листочков я их выращиваю, ну, понятно, что я не удобряю ничего, ну, чем-то там удобряла, ну, ни о чем, совершенно, не растут они, потому что их забивает, эта фигня, всякая разная, нарциссы, наверное, я задела, видите, они опустили свои эти, лепестки, вот эти вот нарциссики стоят, не знаю, вот тут мне очень хочется, плиточку положить, или линолеум, или плиточку, ну, допустим, вот так вот, не вместе, а на расстоянии, чтобы между ними трава росла, а сорняки, ну, короче, это вообще у меня клумбы, я еще раз напоминаю, это такая пересадочная, сюда все сажалось, просто так хаотично, только единственное, что в прошлом году я хосты попересаживала, они гореть стали в других местах, ну, вот сюда вот, ладно, вставляю это как есть, вот ирис тоже у Вити брала, он разросся, так я его брала вообще маленьким, у меня он уже в трех местах, вот такими вот большими пучками, и не знала, что он так разрастается, и причем он меня сначала, ну, я сама у него попросила, а потом через, наверное, год он мне говорит, надо, я говорю, не надо, уже говорю, не надо, ладно, ну, что, надо вот это вот, я и монтировать не хочу, вроде у меня сейчас настрой есть, ну, в том плане, понимаете, да, а вот подустану, тогда уж, наверное, надо, начиная с погодой-то, как раз самая хорошая погода, как я люблю, ветер нормальный, все хорошо, да, наверное, начну вот с этой, а, что я хотела сказать, вот эту вот, кто это, колокольчики, оставила, оставила, а нарциссы вот отцветут, они состригутся, потом я посмотрю, как это будет выглядеть, может быть, и их тоже нафиг, ну, они вообще размножаются, вот, вот это вот все было усеяно, это я сюда сажала, было усеяно, а, нет, вот этот пион был, примула была, слышите, хоста вот эта вот большая была, что придумываю, ну, бадан я сажала, вот сюда бадан я сажала, заметно, вот это я, вон там гейхера, остильба, маргаритку посадила, спирею, а, вот это вот должна быть, должна быть, ну, не знаю, турецкая гвоздика, у меня она в другом месте была, в общем, я ее посадила, вот это вот, это хоста, еще эти, притаскивала сюда, незабудки, сейчас кто-то пока напишет, да не кто-то, а дофига кого, показываешь одно и то же, девочки, что хочу, то и показываю, вот я вот так вот себя мотивирую, тем, что поговорила, и надо что-то поделать, мой канал, что хочу, то и показываю, не смотрите, я по заказу ничего снимать не буду, есть только, может быть, вон, до Веры как-нибудь дойду, заказы поступают, как раз она сейчас приводит в порядок участок, вот сейчас, доприводит, вам покажу красоту, которую вы хотите видеть, у каждого красота своя, это, слушайте, я-то кручусь-верчусь, я смотрю мне камеры, а просто вам говорю, ладно, все, занимаюсь этой зоной. Девочки, у меня обед, я жарю, я вот если ем БПшку, я ем с майонезом, ну, немножко, прям мне надо, специи практически не кладу, но здесь специи положила пол пакетика, из дома принесла вчерашнюю, вот мы варили сосиску, ну, кстати, небольшая, как будто бы детская, блин, нет, не детская, какая-то сливочная была, вот, в общем, приятного мне аппетита, причем буду вот такими руками есть, перчатки сняла, я буду есть, я ничего трогать не буду, надоело мне руки мыть уже, приятного аппетита, не вижу ничего в этом такого, серьезно, там, девочки, смотрите, какой баданчик красавчик, а сейчас я вам покажу другого красавчика, так что, червячка, закрывайте глаза, можете слушать, но закрывайте глаза, ползает красавчик, причем, их очень много здесь, вон, я даже уксус приносила, это не от них, блин, а от муравьев, под камнями муравьи, а у меня здесь, видите, кокосовая койра, от матрасников, блин, от образцов матрасов, короче, я сюда ее, в том году, что ли, ну, в общем, короче, один кусок я уже выбросила, это тоже выброшу, и вон там еще лежит, видите, тут нормально, под ним не было, а вот здесь вот, пришлось прибегнуть, уксус старый, он чуть пахнет, ну, муравьи убегают сразу, потом я поливаю водой, чтобы червякам, блин, ну, червяки, конечно, вылезают, нервничать начинают, ну, а что делать, вы слышите, какие у меня песенки тут играют, это у Вити, радио дачи, там, а-ля 90, надоело мне, я не настолько устал, насколько мне надоело, короче, ну, продолжу, ладно, добью эту, девочки, стою, ну, точнее, только подошла, вот, включилась, стою, знаете, ну, все время, когда прохожу мимо, вот этой вот камнеломки, думаю, может, на самом деле, нафиг она нужна, но мне так уже не нравится, ну, пусть поживет, я, конечно, посмотрю, и вот это, может быть, зря сделала, вот когда оно было, вот естественно, да, само распространялось, мне нравилось, а сейчас, непонятно, мелочевки тогда получается много, и земля голая, голая земля, она все равно сорняками зарастет, вот в чем дело, полоть надо, полоть надо, ну, знаете что, не смотрю, куда гляжу, или не скажу, куда гляжу, ну что, добила я эту клумбу, сказать, что я устала, я устала, точнее, это ничего не сказать, у меня болит, голова кружится, потому что вниз головой, вот почему я это и не люблю, я вот желаю, вот от души крепкого здоровья тем, кто вот целый день вниз головой, кверху попой, я прямо вот искренне желаю крепкого здоровья, потому что это тяжело, но я делала это с удовольствием, почему, потому что меня никто не дергал, никто не орал, я ни на кого не отвлекалась, я не нервничала, и спокойно делала, с передышками, наверное, ну, на 5 минут, 10 минут, не смонтировала видео, ну, знаете, я думаю, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, надо доделать и все, вот, подумала, может быть, брусчатку, брусчатка продается, 11 рублей, штучка, мне, или кирпич, ну, дорого кирпич, сейчас стоит, блин, ветер дует, мне нравится, когда вот, ну, типа, вот как вот так уложено, мне прям нравится, вот, а брусчатку, ее можно же, в цвете, ну, такой серым, не серым, как бетон серым, а как земля серым, ну, понятно, да, и она не будет сильно бросаться, вот, надо будет, просто ради интереса, я посмотрела на авито, ну, так надо уточнить, потом, еще что хочу сказать, у меня здесь была мульча, не везде, ну, была, знаете, какая листья, девочки, самая натуральная, самая дешевая, самая полезная, вот там, где лежали листья, там не было сорняков, почему на этой клумбе, это было, в принципе, одинаково, что здесь, что-то, ну, на той, да, не было сорняков, когда я эти листья убирала, под ней были черви, то есть, получается, что, что получается, все хорошо получается, я, листья будут сыпаться, я их не буду убирать, реально не буду, мы их сжигали, потом вот я вот тут вот оставляла, даже вот растения, они прорастут и сквозь мульчу, ну, если не плотно утрамбовать, да, я буду знать, где растения, я буду здесь, мульчировать листьями, я хотела же спонбондом, у меня гравия есть, мешок может быть, мешок, просто обычный мешок, когда мы забор делали, покупали, и вот как бы есть, я хотела спонбонд и гравий, мульча, вот именно, эти, как их, кора, она дорогая, все это стоит дорого, да и спонбонд тоже стоит дорого, а я буду мульчировать потихонечку этим, листьями, да, опадом, вот, и короче говоря, вот спирея вот эта сидит близко к этому цветку, но этот цветок, как он называется, кувшинка, с желтенькими, короче, будет свести, красивый такой, желто-оранжевый, он отсветет, немножко постоят ветки эти, зеленые, без цветов, а потом он высохнет, его надо будет обрезать, поэтому так близко, чтобы, ну, понятно, да, он там, вон, вон там, вон, гейхера, маленький кустик, она вообще у меня не растет, на самом-то деле, вот что она вот здесь, непонятно какая, что здесь, в один куст, может быть, сформировать, да, высадить, ну, сюда куда-нибудь, туда опять же, я думала, что она будет повыше чуть-чуть, я знаю, какая она должна быть, но я ее посадила, тогда просто лишь бы воткнуть, я понимала, что вот эти тоже срежутся позже, нарциссы, и она там будет, ну, как бы вот, вообще, меня в данный момент ничего не напрягает, как оно сидит, пусть сидит, пусть разрастается, когда вот такой вот, сгулькин, простите меня, этот, и что-то пытаешься вырастить, ну, как бы, на это нужно несколько лет, а когда уже ты покупаешь большие цветы, да, они уже и объем придают сразу же, в общем, все нормально будет, тюльпанчики закрылись, здесь трава выросла, вот этот вот, как его зовут, ой, как мне нравится, я прям не могу, фиолетовый чеснок-то этот, декоративный лук, вот косили его в прошлом году, вот сейчас он тоже отвратительно начинает выглядеть, не знаю, дорастет ли, доживет ли до того, что он зацветет, он потом разваливается, шапки эти тяжелые, не знаю, может быть, даже с косим, ну, он у меня ассоциируется с Новозыпковым, ну, вот откуда я приехала, кто не в курсе, из Брянской области, дедушка называл его поле чудес, этот цветок, он у меня ассоциируется, и мне как бы он нравится, но вот как он здесь вот в этом месте себя ведет, он к солнышку тянет, в общем, девочки, у меня память закончилась, не поняла, на чем я договорила, потому что я не заметила, как выключился телефон, вот показываю с этой стороны, и буду с вами на этом прощаться, спасибо, что составили мне компанию, спасибо за то, что вы есть, и, девочки, спасибо, и дай бог крепкого здоровья, вам всем, особенно тем, кто стоит кверху попой, да, я не знаю, мне снится будет эта трава сегодня, эти клумбы, что, скажите мне, убрать, наверное, да, вот я сейчас опять подхожу, и меня бесит, если честно, да и вот это вот, наверное, убрать, ну, пусть порастет, расползется, я посмотрю, а эти, может быть, думала, полить, не полить, да нет, они уже не очухаются, может, они раньше расцвели, а вот эти завтра завянут, я здесь все убрала, собрала, свои пожитки, единственное, что, так и не закончила, вот думаю, сейчас куда посадить, может быть, вообще вот сюда вот воткнуть, или подождать, пока не трогать, вернее, посадить-то надо, надо, куда-нибудь посадить, но я уже не хочу, если честно, ничего, все, девочки, спасибо, что были со мной, всем пока. субтитры, Продолжение следует...